Здравствуйте! Сегодня планировалось видео про шипры, но будет про один всего лишь шипр, и это La Panthère от Cartier, потому что она этого достойна. В трех исполнениях – туалетная вода, парфюмированная вода и парфюм. Потому что на прошлой неделе мне посчастливилось попасть в бутик Cartier на выставку, которая выставка «Кочевник». Она путешествует из города в город, из которой я узнала, кто такая пантера, про тонкости ювелирного мастерства. Ну а про сам парфюм расскажу я вам от себя. Поехали! Я расскажу немножко историю ювелирных украшений пантеры, потому что мне кажется, что парфюм следует вот той самой линии, которую выбрали ювелиры, исполняя вот эти вот головы пантер. Ну, во-первых, La Panthère – это омаж, и второе имя – Jeanne Toussaint, которая родилась в Бельгии. И, в общем-то, закономерно, это выставка в Брюсселе, потому что она родилась в небольшом городе возле Брюсселя, в Шар-Ле-Гоуа. Девушка была, видимо, строптивая, с характером. Когда она приехала в Париж, ее увидел и заинтересовался внук основателя дома-карте, и их связь длилась всю жизнь. В какой-то момент он ее назначает артистическим директором дома-карте, и это она принимала решение о том или ином украшении. Когда мы говорим про украшения, дом-карте имеет свою неповторимую технику. Вот, например, головка этой самой пантеры, она усыпана одинаковыми бриллиантами. Они должны быть, во-первых, один в один, что по цвету, что по качеству, что по размеру. Глаза всегда зеленые, и вот эти вот неповторимые, опять-таки, по своим пятнышкам, по форме пятен пятна пантеры, они сделаны из оникса практически всегда. Дальше больше. Когда вы гладите голову пантеры, усыпанную бриллиантами, у вас совершенно не возникает ощущения холодного камня. Камни усыпаны таким методом, что у вас действительно под рукой, под пальцем, скорее, возникает ощущение, что вы гладите шерстку. То есть есть вот эти ворситки, и вместе с тем камень не холодный. Как они это делают? Ну, это уже вопросы, наверное, к специалистам и к артистам, художникам, которые действительно настолько глубоко и технично передают этот процесс. Пантера иногда изображена с игривой точки зрения, возможно, задумчивой, вальяжной или какой-то даже провокативной. И мне кажется, что парфюм следует вот этим самым настроениям. Был фонтан, скорее даже три. Обычно фонтан бьет вверх, а здесь течет вниз. Но я называю это фонтаном, ибо ну красиво же. Когда консультант нам рассказывал про эту самую голову пантеры, там было колье, которое путешествует. И, в общем-то, здесь оно у нас появилось на какое-то время, и скоро оно от нас уедет. И колье стоит где-то там миллион евро. Все это, конечно, для нас недоступно, но потрогать и прикоснуться было интересно. Так вот, она рассказывала о том, насколько все продумано. Насколько это колье следует движениям. То есть создается впечатление, что пантера подкрадывается, что вот оно играет своими формами и так далее. И у меня сразу возникло ощущение о том, что она говорит про парфюм. И я, конечно же, об этом сказала. Все были удивлены, потому что как бы про парфюм мы обычно говорим, ну что, пахнет сладко или там кислое, и все. А тут я со своими воображаемыми парфюмерными историями. Но как бы там ни было, все обратили внимание, что сам парфюм, сама формула La Pantère, что-то имеет такое мягкое, вкратчивое, но вместе с тем присутствует. И этого присутствия мы не можем не заметить. Было представлено три версии. И это только три, которые мы можем встретить в бутике. Все остальное, экстракты, вот эти все лимитные версии, они как-то вот по сифорам, по что там еще, вот какие магазины парфюмерные есть. Вот там вы их можете найти. Никакой Олежер я не увидела. Так бы я вам рассказала обо всех своих впечатлениях, но сегодня будет только про эти три воды. Посмотрите, какая красота у меня в виде муед. Это голова самой пантеры, которую орошают парфюмом. В общем, не банальный такой подход, да? Очень эксклюзивный, но красиво действительно. Можно где-нибудь даже поставить у себя в прихожей, и очень хорошо чувствуется запах. Я вот прям у себя ощущаю каждый день, вот с тех пор, как я вернулась с этой выставки, запах пантеры в доме. Итак, общая формула, наверное, действительно шипровая, но это такой неошипр современный, в котором совершенно не чувствуется вот эта вот тяжесть мха, или какая-то почульность невероятная, какое-то такое дно, знаете, недосягаемое. Для меня пантера всегда была мягким ароматом. Когда я слышу слово шипр, я сразу представляю, ну, во всяком случае, хотя бы немножко мха, почули, где-то бергамот, должна быть лаванда. Но пантера совсем не такая. Самая главная опасность, которая кроется в названии La Pantheire, это то, что у меня, например, было предубеждение, что этот аромат будет пахнуть как-то очень броско, или очень хищно, или что он затмит собой все. Но вот если это ваш случай, забудьте. Забудьте эту мысль и просто поносите на себе этот аромат. Потому что он настолько гибкий, настолько вот он живет вместе с вами. И с другой стороны, он живет тоже сам по себе. Он очень хорошо подстраивается под каждую кожу, но вместе с тем он выдает сюрпризы. Я расскажу вот, что такое сама пантера, а потом каждый из вариаций будет иметь свои тонкости и нюансы. Но самое главное в пантере, как мне кажется, то, что нужно знать, это то, что есть вверху фрукты, их много. Я лично во всех версиях чувствую много земляники. И этим самым, мне кажется, этот аромат очень привлекательный. Потому что земляника имеет не только фруктовый, но и цветочный оттенок. Гордения. Потом идут еще какие-то фрукты. Иногда груша. Иногда добавляют анис. Он тоже придает такой какой-то, мне кажется, небольшой ликерности. Да это даже не сладость, а вот что-то такое оттеночек небольшой, который хорошо играет вот в этом самом мускусе. И в конце, конечно, есть древесная составляющая. Мне кажется, что мха достаточно много. Немножко почули. И после этого, зная вот эту композицию, нужно просто ее проветрить мускусом. Мускус очень мягкий, очень обволакивающий. И такой, который дает ветра. Дает, мне кажется, присутствие без надоедливости. Аромат, который приходит, отдаляется. Потом опять напоминает о себе. Вот это его присутствие, вот этой самой пантеры, силы. То есть вы ощущаете энергию животного. Это животное, которое вам друг. Которому хорошо с вами. И оно вас сопровождает. И вам от этого становится настолько комфортно. Мне иногда не хочется надевать пантеру. Вот какой-то был день, когда я ходила на эту экспозицию, на эту выставку. И мне не хотелось его носить. Потому что уже на этой неделе я носила пантеру. И мне не хотелось повторять. Но ради принципа я сказала себе, что я пойду все-таки в пантере на пантеру. И мне сразу же стало хорошо. То есть это такой аромат, который сразу к себе располагает. Сразу в нем ты себя чувствуешь прямо у себя дома. Элегантный мир улучшается от этого аромата. И вокруг люди реагируют просто невероятно на него. Потому что шлейф, потому что за ним идут мужчины. Чувствуют вот эту манкость в нем. И женщины, мне кажется, тоже как-то глаза сразу горят. Когда вас встречаетесь. Ощущение, что вы становитесь лучше в этом аромате. Ну так вот. Есть у меня вот такая версия. Видите, дорожная. 15 миллилитров. Это Eau de Parfum. И есть у меня вот такая в кожаном мешочке. Которую мне налили из фонтана. И тут 10 миллилитров. С распылителем. Просто гениальный размер. И когда льют аромат, он попадает на этот чехол. И потом сам чехол издает такие переливы. Что просто больше ничего не надо в квартире иметь. Какая разница между вот этими двумя композициями? В Eau de Parfum, наверное, больше цветов. Наверное, больше женского, воздушного, манкового. В парфюме будет больше, во-первых, фруктов, каких-то более кислых, на мой взгляд. И почули прям вот хорошо слышен. Мне кажется также, что вот этот вариант сидит более близко к коже. То есть он не так окутывает, как Eau de Parfum. Мне кажется, самая идеальная для меня лично версия это Eau de Parfum. Будет зависеть действительно от глубины. Вот здесь будет, наверное, чуть-чуть глубже, чуть-чуть поднапористее в басах. А тут как-то так очень весело, очень даже так забавно. То есть пантера здесь в каком-то другом настроении. Дальше туалетная вода. Вот здесь, мне кажется, нужно остановиться на том, что я слышу от других блогеров. Что аромат мыльный. Мыльность это про туалетную воду. На мой взгляд, я никакой мыльной ноты не слышу в парфюме или Eau de Parfum. Но в туалетной есть что-то фруктовое, которое напоминает немножко пион. Такой с кисленькой. И вот эта пионистость может выдавать местами на блотере что-то мыльное. Консультант оговорилась о том, что именно туалетная вода выбирается молодыми девушками. Они как-то не решаются на другие версии, потому что именно эта более беззаботная. То есть вот здесь как раз-таки игривость, полетность, что-то такое более фруктовое. Пантера все время намекает на базу, на вот этот вот ДНК самой пантеры. Но тут она вот как будто бы взрослая пантера, она играет с детьми. То есть она с ними как-то становится моложе, становится ласковее. Вот так вот, мне кажется, про туалетную воду. Я выбираю для себя парфюмированную воду, но в некоторых случаях парфюм. Расскажите, какую пантеру носите вы, если вы поклонница или поклонник. Ставьте лайки, пишите комментарии, давайте общаться. Счастливо и пока!